хороший пиво андрей бабуль хороший пиво в общем зачем мы с тобой такой дружной веселой компании здесь сегодня за этим столом собрались да сейф ядрить его во все щели проклятый который меня уже заколебал на самом деле сейф вот мне нужно его как-то открыть у меня есть два предположения как первое пойти кашотику хватит баба бобой добра за расслабь старость лет все хватит сахар в крови опять поднимется опять будем реанимацию вызывать как это в прошлый раз было позавчера идем кашотику узнаем есть его шотика какие-то средства с помощью которых мы с тобой сможем открыть сейф это первый вариант и второй вариант это семёныч семёныч как бы и сантехник и слесарь и автомеханики и сварщик и кем он там только не является многофункционально профессиональный человек может у него в подвале динамит валяется я не знаю с помощью этого динамита он нам поможет взорвать этот сейф как ты думаешь ты уверен что хочешь это бабуль бабуль мы этот сейф с тобой грабанули ну серии 3 назад и мы до сих пор его не открыли откуда ты знаешь может там внутри 5 килограмм алмазов валяется а и ты прикинь мы себе виллу купим тачку купим челок купим джакузи купим с тёлками джакузи будем оля-ля ну до того момента пока катя не узнает и да мне настучит мне по башке мы будем у ля-ля забирай пиво андрей потопали кашотику а хотя нет оставь здесь хватит бухать на старости лет ну ты-то бабуль представьте представь ты сейчас торгуешь вот этой шнягой торгуешь овощами а прикинь если там сейфи реально просто бриллианты какие-то будут просто представь да ты наплюешь на этот бизнес уедешь куда-то там в дубай и будешь уже феррарками торговать ламборгини паршехами они вот этими фруктами понимаешь бабуль до чего жизнь может тебя довести горячий мачо мэн ищет работу мои навыки строитель от бога умею заварить доширак умею мыть посуду уйдет на заправлять кого-то интим не предлагать а я вот так хотелось мужику позвонить интим предложить ладно это шотик на работу сотрудников вызывает набирает я я не знаю а счет а счет вот не успел зайти к тебе в подвал сразу почувствовала грузинская кровь пахнет а счет салам пополам брат салам пополам на шотик тут проблема гигантская просто я эту фигню не могу открыть уже неделю я не знаю как открыть я и сбоку пробовал и подскоком пробовал и снизу пробовал и перевертышом пробовал даже сальтуху на него спиной кидал спина потом болела сундук вот этот сейф не открылся сейчас все разрулим да ну ты чё открой тогда открой ашотик любые деньги проси любые ну как бы в разумных целях брат я тебя понял вот ашотик открой пожалуйста или ты открой или вызови кого-то кто может открыть может у тебя есть какие-то там знакомые слесари брат давай разрулим пожалуйста ни слова больше чё это рафик номер плюс 7 и звездочки а как я ему позвонюсь там номер засекречен звездочками встреча каждый вторник на субботу в полночь каждый вторник на субботу вы в курсе там своей грузии может он у вас какой-то другой календарь это что бывает вторник на среду то есть после вторника обычно среда идет они суббота ладно не мое дело на футбольном поле встреча каждый вторник на субботу полночь на футбольном поле рафик все я понял я понял ты сегодня какой-то слишком агрессивный ашот прям слишком пошли пошли ухода ухожу я ухожу да пока салам пополам бабуль смотри какая визитка опа а ночь то уже наступает это значит то что скоро полночь а сегодня что сегодня как раз и полнолуние 8 планет сходятся в ряд на небесном теле высвечивается звезда андромеда и ссылает свои богические пламя на эту землю ашот придурок каждый вторник каждый вторник на субботу просто мозги мои взорвал ладно потопали на футбольное поле бабуль на небо посмотри буквально через минуту уже будет полночь это значит что что сегодня суббота на вторник или вторник на суббота я говорю в грузии какой-то странный у них там календарь это значит то что рафик должен явиться я ему покажу этот свой сейф и надеюсь то что рафик поможет мне его открыть бабуль или там несчисляемые богатства или там просто пес насрал понимаешь или что-то от одной из 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 двух на какое рафик рафик я не хочу спрашивать откуда ты это брат слежки не было не вне брат рафик никакой слишком бабуль слежка была бабуля горит нет бабуля просто орливный глаз бабуля все видит нет никакой слежки не было шотик братик я не хотел бы такое спрашивать это или какие-то японские разработки секретные ну лет ты эту хрен с алиэкспресса заказал мне ашот сказал что тебе нужно а ты пусть не знаешь что мне нужно иди сюда иди сюда а этим думчик взлетом доверять можно не какие-то подозрительные братья твои тоже вас большая семья там на бог не бойся иди сюда иди сюда рафик смотри эту колымагу надо как-то открыть яга я уже даже ашотику рассказывал то что и справа и слева и сбоком и подскоком и кувырком и даже через прогиб этот сейф кидал ну никак собака не поддается ну ну просто я не могу его открыть я не знаю что там внутри смотреть будучи давай посмотрим и пацаны это серьезный удавая рафик посмотрим с 4 а собака а знаешь что мне нужно но перед тем как мы с тобой вот эти шуры муры бизнесменские закрутим да мне нужно демонстрацию откуда я знаю может там пороха внутри нет может а без проблем ну давай тогда бабой слуховой аппаратом вытащи на всякие случаи а то сейчас бабах громкий будет показывая брат показывай как эта штука работает и что с ней вообще нужно делать а то вдруг реально ты мне туфту какую-то сейчас подсунешь я сейф не смогу взорвать от 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 отхожу отходите отойдите отойдите давай брат давай демонстрируем мощь демонстрируй давай дрить мою балакла во все три щели покупаю брат по рукам сразу же моментально беру всю партию сколько есть сколько есть и сколько бабуль ты это видела ты это видела до сеть дребезги просто разлетится три штука 5000 бабуль разворачивайся панталоны в руки и побежали какие 5000 рафик брат в дальнейшем буду продавать дешевле адачо в дальнейшем отдавать как мы с тобой не первый не второй день знакомых третий уже третий почему почему такие цены учитывая что ты в первый раз торговаться есть смысл нет смысла нет нет смысла никакой скидки не с одной стороны как бы можно посмотреть на вот это да то что никакой скидки все же проверка рафик not stupid not stupid как говорится рафик сначала поторгуется проверит доверчивый ли я человек да и он может ли мне доверять а потом уже будет ладно рафик давай без лишнего балабола мне как бы нужно в следующей серии платить уже за хату бабну бабла в принципе вот прям впритык хватит ладно рафик вот пять тысяч пять тысяч лежат 3 c4 и контроллер давай давай рафик давай бабуля ща мы с тобой делал бабуль провернику слежки нет посмотри по сторонам посмотри посмотри нет бабуль посмотри быстро по сторонам быстро пашкой на триста шестьдесят за секунду развернула быстро вот слежка вот типа шпионы бы тебя подать бабуль так это сюда рафик рафик спасибо ничего не было ничего не было а тарантайку продаж эту свою с алиэкспресса вы прицеп потеряли он вам он не нужен наверное ну да он уже пустой там же срывчатки больше нет зачем им школьное имущество портят свиньи то такие а ща вообще на воздухе катаются бабуль что-то мне кажется в грузии какие-то слишком у них там в грузии по ходу хогварт эти смотри они в заднице и по воздуху катаются ладно не буду углубляться в эти подробности забираем сейф и сваливаем пошли-пошли-пошли слышь ты лошадка запряженная да да брось ты его да он пустой зачем он тебе нужен бабуль да брось ты его пошли на старости лет будешь за собой эту ой кобылка ты моя на пенсии кобылка пошли к семёнычу надо разрулить эту ситуацию не ну я как бы c4 купил да но если семёныч может там какую-то щель с помощью дрельки просылить и открыть просто так этот сундук то я эти c4 сэкономлю а ты знаешь что мы можем с тобой с этими c4 сделать а знаешь знаешь много дел мы с тобой можем наворотить пару квартир взорвать пару банков ограбить поэтому лишних c4 собака за 5000 никогда лишних не бывает тем более такой дорогой бабуль брось ты его все оставь зачем он тебе пошли оставь на заднице не сидится на одном месте прямо энергии полные панталоны таскала бы за собой 100 килограммовые прицепы виллу купил новые носки себе куплю а то мои уже порванные потом труханы просто на год вперед на год вперед труханы чуть-чуть чё такое бабуль ты ты не скажешь что ты купишь ты что купишь когда у нас будет просто не не неописуемое количество богатства да ну или хрен в кармане я не знаю что там будет в этом сейфе разберемся ты столько бабок потратил нужно из этого выгоду извлечь ну так мы сейчас шандарах ним этот сейф и вытащим из него то что там есть вот мы с него выгоду извлечем ну да 5000 как бы тоже на дороге не валяется ну знаешь и взрывчатка на дороге тоже не валяется давай откроем сейф тогда да все подпишутся на канал не с одной стороны это ворчливая колымага на пенсии права я согласен я столько бабок потратил я столько сил потратил я столько усилий к этому приложила а если сейчас кто-то смотрит этот ролик доски полный не подписан на канал но нельзя так нельзя а то следующий дом который я ограблю твой будет да да интригу сохрани тогда и откроем ну тогда решено вот есть и каждый кто сейчас смотрит этот ролик не будет занозой в заднице и подпишется на этот канал вот и я к тебе обращаюсь да если до сих пор еще не подписан ты знаешь что нужно подписаться вот прям тебя прошу вот ты на меня смотришь вот смотри сюда в балаклаву видишь посмотри в эти добрые бандитско-варические грабительские глаза ну разве ты не желаешь мне только лучшего а лучше может быть только подписка вот когда все подпишутся как бабулька сказала тогда и я вот эту фигню открою а то как бы знаешь ролики то выпускаем на канале каждый день я реально есть такие про пердольки которые до сих пор на канал почему-то не подписываются ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой бабуль это походу мента менты приехали к этой я ничего не воровал какие руки вверх да она сама мне отдала телевизор это я не хотел их воровать капитан майор начальник уйдите нахрен бабулю тебя в сумочке трусов случайно чистых нет а то по ходу мне нужно тут немножко будет в 23 года еще молодой пацан какой инфаркт я то подумал он за нами гонится прикинь я подумал то что он с этой вот мы же вот эту чексу ограбили пару серий назад мы же и ограбили я то подумал то что он приехал расследование какое-то он походу вот копников всяких вычисляет здесь вот я обосрался конечно валидол чека аскорбиночки валерианчики не найдется бабулька это да что что за жизнь то такая кто свистит то богатые школьники сегодня прям день встреч какой-то прям программа жду тебя через со всеми своими жертвами встречаюсь богатый школьник а тут у меня такое дело кого 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 а а